С приходом весны горожане стремятся больше выходить на свежий воздух и отдыхать в парках. Однако не все отдыхающие соблюдают правила поведения в общественных местах. Некоторые забираются на спинки скамейк, разрисовывают их и мусорят вокруг. Как исправить ситуацию, расскажет Нургуль Саматова. Бульвар Иркиндик – любимое место Бишкекчан и приезжих. С наступлением теплой погоды здесь много людей даже в утренние часы по будням. Отдыхающие наслаждаются солнечным светом, ароматом дуба и тишиной. Эту идиллию нарушает вот такая картина. Кто-то высыпается на скамейках, некоторые молодые пары тоже предпочитают отдыхать в общественном месте в горизонтальном положении. Другие, по-видимому, не знают, что на скамейку с обувью нельзя. Внешний вид скамеек портит не только грязь, но и автографы, признания в своих чувствах, а порой и нецензурные надписи. И к всеобщей картине плевки. Супруги Майчаковы вместе уже более 50 лет. Они родились и выросли в столице. Дважды в неделю они приходят в дубовый парк, чтобы подышать чистым воздухом, почитать газету и вспомнить молодость. Но зачастую им нелегко найти чистое место, потому у них под рукой коврик, который они стелят на скамейку. Народ не любит то место, где живет. Семечки щелкают, бросают, курят, плюют, харкают. Пойдешь по городу, я все время в Байкинске говорю, вот не наступи на плевок, обойди вот эту грязь и так далее. Потому что город, в общем-то, там, где молодежь, особенно после воскресенья площадь, посмотрите, это ужас. Статус столичного жителя изменился в корне. Если пенсионеры выходят на прогулку нарядными, то молодежь прямо противоположна образу старшего поколения. Смотрим на молодых мам с колясками, с детишками. Конечно, хотелось бы, чтобы они были такие же, как раньше вспоминали мы, нарядные. А сейчас одежда совсем другая молодежи. Джинсы, куртки. И даже мамы пожилые тоже носят брюки, куртки. Женственности нет. Мы можем много ностальгировать о прежнем Фрунзе, но тогда молодежь и взрослое поколение любили столицу. Никто не бросал мусор мимо урн. Громкий смех считался вульгарным поведением. В скверах и парках царила атмосфера взаимоуважения и дружелюбия. Наши бесконечные дискуссии об общем упадке культуры ни к чему не приведут. Потому надо задуматься над тем, как исправить ситуацию и изменить отношение людей к своему городу.